Всем привет! Слушайте, мне кажется, я какая-то такая широкая. Так, всем чао-ка-као. Как у вас дела? Так, знаете, сейчас смотрю на свой нос, я, может быть, немножечко обращена с хайлайтером, потому что где-то в интернете, короче, ходит фоточка со мной, где написано, что, типа, дорогой, у меня две полоски и, типа, вот полоски от хайлайтера. Что-то я какая-то старенькая стала, или я так накрасилась. Почему я старой выгляжу? Сейчас скажите, потому что я темненькая, да, поэтому старая стала выглядеть. Так, я не хочу быть старенькой, я хочу быть молоденькой, но перекрашиваться я не буду. Так, красивая, спасибо. Так, скажите мне еще что-нибудь хорошее, иначе ведь я опять не могу оставить свои волосы в покое. Как у вас делишки? Расскажите, как прошел вас день? Вы видели мой пост по поводу того, как перестать быть дурой? Так. Блин, алло, вы тут просто мне позвонили? Так. Тата, делай кудри. Вы знаете, мне шли кудри, когда я была блондинка, а сейчас мне не нравится на темной. О, Мадина, точно. Это мне просто макияжа от Мадины не хватает. Меня так давно никто не красил. Меня никто не любит. Хе-хе-хе. Никто меня не собирает. Я, короче, хочу теперь макияж стиле Ким Кардашьян, одиночка. Ты мне сделаешь такой? Так, подожди, ну да, ладно, я сейчас расчешусь так уж и будет. Хе-хе-хе. Бадин, ты мне сделаешь такую прическу? Ой, прическу, такой макияж. Хе-хе-хе. Я как будто я так выгляжу, как будто я бухала всего лишь лет триста, а так? Хе-хе-хе. А так все нормально. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Вечеринка уже закончилась. Хе-хе-хе. Тата, я просто тоже старая стала, поэтому мы с тобой давно не красились. Видимо, да. А я, кстати, недавно на себя смотрела в зеркало и думаю, блин, ну первая, конечно, мысль была бы какая я красивая. Хе-хе-хе. Шучу. А вторая была, думаю, блин, красивая, но, сука, старая. Хе-хе-хе. Шучу. Ну нет, повзрослело, повзрослело лицо. Вот мне тоже говорят, раньше, а вот раньше. Десять лет назад мне пятнадцать лет было, сегодня мне уже, вот, уже не пятнадцать. Вообще лицо плохо, не выспалось. Знаете, я чересчур много на набору даже спала, скажу так. Такую дуру из себя строить жесть. Ну да, просто где-то в своем подсознании я очень умная женщина. Я лауреат Нобелевской премии, кстати, очень собой горжусь. Просто зачем всем показывать, что я умная? Так, что там Мадин написала, я не увидела. Ты стареешь, не сбываешься, твои подруги вместе с тобой. Да, блин, вы тоже стареете, сучки мои стареньки. Или уже молодые, не знаю я. Нет, мы еще молодые. Я вообще жду свою тридцаточку. Какой вес? Ой, у меня сейчас большой вес, я сейчас просто... Я сейчас прям реально трудно. Поправилась, поправилась. Да, мы поправились, да. Да, у меня сейчас такие щечки, я что-то вся оттекла. У меня не то, что щечки, у меня и ляхи такие огромные. Очень нравятся, как красить глаза, девочки. Я не только так крашу глаза. Сегодня у меня, кстати, я, ну, макияж не наносила на сами тени, да? Ну, я иду на... Не наносила макияж на сами тени. Короче, что хотела сказать. У меня все, все заплыло в башке, ладно. А, я сегодня не выполняла макияж для глаз. У меня просто наручные ресницы сверху и снизу. Я сейчас могу выставить... Мы сами поболтаем, я вам выставлю сториз. У меня просто нижние тоже наручные, поэтому классно так смотрится. Красногвардейцы вас прискакали. Видите, вы все знаете про меня. Да. Почему редко выкладываешь сториз? Не знаю, в последнее время что-то я не знала, что говорить. Привет, Лерочка моя красавица! Как я тебя ждала! Во-первых, я... У тебя были крутые тусовки. Я безумно по тебе скучаю. Вообще мне пипец как тебя не хватает. Я хочу с тобой посплетничать. Я хочу пойти гулять. Я хочу выпить. Да, кстати, сегодня особенно можно было бы пойти выпить, потому что у меня плохое настроение. Но настроение в последнее время у меня постоянно плохое, наверное, потому что так стало выгодно. Так. Не хочешь блонд вернуться? Нет, пока не хочу. Лерочка, я очень тебя жду. Я тебе сейчас позвоню попозже выйду. Тяжело вылечили волосы после осветления? Нет, наоборот. Я сейчас отключу, потому что им в блонде было легче, чем сейчас. А что там про дуру? А я не знаю, сути так таковой нету, просто я вот решила, ну что как бы я дурочкой. Вот мне вот захотелось исправить ситуацию, но не получилось. Вот хотела у вас узнать совет. Почему редко выдаешь эфиры? Блин, я очень извиняюсь, девочки, правда. Я буду заходить чаще к вам в эфиры. Я даже на самом деле... Так, сегодня если я вылетаю, то... В принципе, мы даже можем с вами где-то встретиться. Если кто-то хочет, можно пойти куда-нибудь в парк или еще куда-то. Но главное, чтобы была хорошая погода. Нос как спина у бурундука. Почему такая сонная все время? Потому что плохо сплю. Знаете почему? Потому что я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю. Вот поэтому плохо я сплю, мне никто не любит. Видишь, как много у тебя людей в эфире. Все тебя любят. Я вас тоже очень люблю. Огромное вам спасибо, что вы со мной. Простите меня, что я вас так бросила. Но я вас обожаю и буду стараться для вас что-нибудь творить. У меня просто в последнее время чувствует настроение. На самом деле хочется снимать и вайны. И сегодня у меня еще встреча, кстати, по поводу... Клипа говорю, по поводу песни. Ну, сейчас скажете, вот эта дура тоже сейчас начнет петь. Ну, дайте я тоже хочу начать петь. Вы меня, надеюсь, в этом поддержите. Хочу попасть в топ-чарт ВКонтакте, в топ-10. Вот. Не просто же так у меня, дорогой, две полоски на носу. Вот. Поэтому не знаю. Мне нужно было чуть-чуть время для трансформации, так скажем, своей личности. Не знаю, что из этого будет. На самом деле получится, не получится. Господи, я попробую молодая. Сейчас, конечно, полон обосрут. Скажут, ой, тоже поперла петь. И так далее и тому подобное. Слушайте, ну я, я хочу найти, я хочу заняться чем-то. Я очень много думала, вот что мне приносит удовольствие. И честно, я долго не знала, что я долго думала. И я поняла. Наверное, мне нравится, вот. Я хочу получать удовольствие от пения. Я хочу попробовать, получится у меня это или нет. Я хочу, чтобы вы все говорили, фу, какое говно она поет. И слушали. Так. Так, ты красивый цветок. А для него нужен хороший агроном. Это точно. Мне нужен хороший агроном. Я хочу агроного умного. Чтобы он мне помогал. Мозги вправлять. Трата денег приносит удовольствие. Сто процентов. Деньги мне приносят огромное удовольствие. Огромнейшее. Потому что, как ни крути. Кстати, вот когда, как ни крути. Может быть, это сейчас звучит меркантильно. Или еще что-нибудь в этом роде. Но деньги они правда приносят удовольствие. Причем огромное. Но лично мне огромное. Но согласитесь, ведь намного лучше грустить где-нибудь. Вот у тебя плохое настроение. Все плохо. Везде беда. Ты пошла себе. Не знаю. Позволила себе то. Все, что хочешь, короче. И занимаешься в своем настроении. Захотела лететь в Лос-Анджелес. Тусти. Понимаешь? И летела в Лос-Анджелес. Уже не так грустно. А если бы продолжалось сидеть на одном месте. Понимаешь? Конечно, было бы очень грустно. И еще хуже бы было. Ну... А так, когда... Слушайте, вы мне прямо все... Про мой нос. У меня опять дорогие две полоски. Это моя проблема просто. Ну, мне нравится. Вроде нормально. Поэтому, конечно, деньги очень важная часть. Вообще, в принципе, я считаю... Вот знаете, мужчины в последнее время стали очень много говорить про то, что... Женщины меркантильные. Про то, что женщины интересуют только деньги. Но я, вы знаете, с этим в корне не согласна. Почему не согласна? Потому что... Я думаю, что очень много женщин прошли испытания безденежья с мужчиной. Как бы не ругались. Как бы не были против. Как бы не байкотировали. Но они все равно не оставляли этого мужчину. И все равно продолжали с ним жить. А вот мужчина... Вот женщина, она познается действительно в беде, может быть. В бедности, а не в беде. А мужчина, он познается в достатке. И, кстати, вот это... Вот это испытание мужчины очень редко проходит. Это правда. Это факт. То есть, женщина остается что в бедности, что в богатстве. В принципе, а мужчины нет. В бедности он, в принципе, с тобой. Потому что ему так легче. Ему так удобнее. Он так чувствует, что он не один. У него есть поддержка. И вы как бы вместе. Но когда у него появляются какие-то крупные возможности, тех, которых он ранее не видел. Да, то есть я не говорю о каких-то там мелких деньгах, а уже о чем-то крупном. То, конечно, мужчины зачастую теряют голову. И здесь мало кто проходит испытания. Так, от тебя веет грустная энергетика подавленная женщина. Ну, может быть, есть такое. Я уже грустная, гнусная, старая, энергетически тяжелая женщина. Правильно говоришь. Но это факт. Просто мужчинам сейчас стало удобно обсирать женщин. Поэтому... И с женщинами точно так же, поверьте. Ой, не знаю. Я вот, знаете, смотрю на статистику и вообще, в принципе, если честно, с мужчинами хуже, чем с женщинами. Не зря наши русские бабы на все готовы. И в горячую избу войти, и коня остановить. Так, что еще? Ты такая красивая. Спасибо, мое хорошее. Мне очень приятно. Правда. Так, что еще? Вернись, блондон. Я что-то не хочу. Знаете, что-то задумываюсь иногда, но не очень хочется. Нет, я пока себя комфортно чувствую. Так. Ты старая, пипец. У тебя сколько лет? 45? Нет, по поводу груди. Вот мне все спрашивают, сделали ли про грудь. Нет, грудь у меня не сделана, грудь у меня своя. А точнее, отсутствие груди у меня свое. Но просто я никогда... И сегодня решила надеть push-up. И поэтому как бы что-то появилось, выросло. Так, что вы мне еще расскажете? Расскажите мне еще что-нибудь интересное. Покажи косметику. Ой, косметики там надо долго ковыряться. Еще Бесечка там спит сейчас в комнате. Не ври, ты ее делала. Ну, какой мне смысл врать? У меня нет груди вообще-то. Поэтому что я себе сделала? Здравствуйте, сделайте мне... Доктор, здравствуйте. Сделайте мне, пожалуйста, грудь нулевого размера. Выходи за меня замуж. Я богат и успешный. Так, интересно. А ты точно продюсер? Так, вот мне сейчас такой нужен. Так, девочки, видели у меня там жених? Ну-ка, быстро пробейте. Я сейчас не могу на него поставить. Пробейте, скажите, как вам жених? Вообще, мне до жениха найти, чтобы я больше не грустила. Один пишет, богатый. Я твой счастливый билет в красивую жизнь. Подумай. Ничего себе. Можешь уже... Вот я сейчас сижу, и я уже хочу, чтобы моя жизнь стала чуточку краше. Ты можешь что-нибудь для этого сделать? Сделай что-нибудь, пожалуйста. Мне сегодня так грустно. Что-то мне каждый день грустно. Ладно, девочки, это для вас мне весело. Для него мне сегодня так грустно и так холодно. Так. Куда делся твой француз? Мой француз твой твой... У него все нормально. Но он уже не мой. Ну, хотя, чёрт кого знает, у нас всё сложно. Так. Так, подождите. Почему ты там не окажешься? Или красивый, богатый, успешный и куда-то делся? Тата, ты грузинка? Да. Твой жених сначала писал, что ты старая, а потом выходи за меня замуж. Вот видишь, какие мужчины непостоянные. Ну и что? Вы, короче, слились, да? А как же мой билет? Так, ребят, про каков вы мне вообще все про американца какого-то говорите? Я вообще не понимаю, какой американец? Вы о чём? У меня никогда в жизни не встречалась с американцами. Я вообще ничего не знаю про американцев. Так, таточка, хочу теперь у тебя духи, как у тебя, женщина в золотом. Это герлин? Нет. Это... Это... Киллиан, Вумен и Голд. Вы можете написать на ту страничку, которую я отмечала в парфюмарии. У них спросите. Так, что ещё? Я чё бы о чём вы говорите? Ты с кем-то дружишь? Нет. Я просто вопрос до конца не дочитала. Странно звучит ты. Не верь ты никому. Так. Как же Валера? В смысле, как Валера? Валерий уже живёт своей жизнью. Валерий уже живёт своей жизнью. Он взрослый парень, у него новые отношения, новая жизнь, новое... У него всё новое. Почему в последнее время всё-таки загружены? Если честно, не знаю. У меня говорили. Я где-то сейчас это слово забыла. Блин, если я сейчас это слово скажу так, как я его запомнила, меня все обострут опять. Нарежут в интернете мои видеоролики сейчас. Цитроград? Нет. Меркурий? Нет. Короче, сейчас Меркурий где-то там, не там, где надо. Ты поправилась? Да, я поправилась очень сильно. Вы видите, какие щёчки появились? Ретроградный вирус Марса или что-то такое там. Короче, всё очень печально. Ну, по-моему, закончилось уже это всё. Ну, я на Сибири очень почувствовала, кстати. Ретроградный, вот. Ретроградный Марс был. Я узнала о нём только, когда он закончился. И, если честно, я поняла, что теперь что со мной было не так. Это, оказывается, всё ретроград. Оказывается, со мной всё было нормально. Это просто было немножко затмение. Луна не была не в той фазе. А так всё чики-пуки. Щеки в видео. Ну, у меня вообще жизни щёк не было, чтобы такие были щёки. У неё жопа такая стала большая. Необъятная, если честно. Я не успела даже подепрессировать. Как раз таки успела. Я только думала о том, как бы депрессировать и где бы найти очередную депрессуху. С первого августа закончился. Вот. А я как раз, по-моему, второго числа, если я не ошибаюсь, вышла в эфир с вами первый раз. Видите? Это с Меркурий. Так. Так. Hello from UK. Hey. I never been in UK, but I really wanna go. How do you know about me? I didn't know that people from England is watching my page. It's very nice. Thank you. Я только подумала, что ты пропала, а ты вот-вот. Я немножко вернулась. А, знаете что? Короче, мой друг, да, ВМ, наверное, вы знаете, у него вышла новая песня. Ну, как она уже, не такая уже новая, грубо говоря, не пять минут. «Танцуй, как пчела». Я сейчас выставлю сториз, постараюсь мне просто, если будет не лень, с этой песней. И я бы хотела, чтобы все ее слушали. И очень хочу, чтобы Давид попал на первое место. Сейчас он на втором месте в контакте. Вот. И должен быть на первом месте, поэтому давайте ему поможем. Он уже обогнал сердцеедку, кстати. Он сначала был на третьем месте, на втором была сердцеедка и на первом прядке. А сейчас на третьем сердцеедка, на втором танцуй, как пчела, и на первом месте прядки. Блин, мне, кстати, очень нравится песня «Прядки о вам». Жалко, у меня нет второго телефона, я бы вам выключила песню. С щечками ты супер, красавка, спасибо. Так. Мне, короче, очень нравится песенка про прядки. Так, что я вам еще рассказать. Давай мы с тобой сыграем в прядки. И я тебя искать не буду. Я найду себе намного лучше. Я найду себе совсем другую. Я стесняюсь, хотя хорошо пою. Давай мы с тобой сыграем в счастье. И я с тобой играть не буду. Ой, из-за ужасного слова. Ладно, короче, хрен с вами. Так, реально тебе идут щечки. Че, серьезно? А мне кажется, я очень не красива, нет? Мне кажется, мне не красиво, что у меня щечки. Та-да, ты с тобой выглядишь. Не, я не так. Я просто плеча. Никакий. Я ем много. Моя face становится бедеря каждый день. Так, что... Это не за дождя. Так. Так, sing more, please, you are so talented, Noah. Thank you so much, but it's not that big, true. Да-да, ау, ау. Так, если бы я сейчас не стеснялась, я бы спела нормально. Почему-то стеснялась, почему-то стеснительно. Я такая скромная, такая стеснительная. С щечками классно, это правда, спасибо. Ну я не знаю, я себя как-то, если честно, я себя дискомфортно ощущаю с щечками. Ну все же. Что еще вы мне расскажете? Спой. Цвет волос обалденный, спасибо. О, Беттичка проснулась. Я иду, доченька, я иду. Ау, Оскар, привет. Иди ко мне, мой зайчик, ты проснулся. У тебя вопрос? Ну давай, валяй. Что, мой зайчик, ты хочешь пить? Я сейчас тебе в ленизу, моя любимая. Сейчас. Какой вопрос, Оскар, я его могу сейчас пропустить. Так, что я могу вам рассказать? Вы знаете, если честно, я вам много чего рассказала, но... К сожалению, все меня смотрят, и мои знакомые, и, к сожалению, я не всегда могу рассказывать то, что хочу. Погнали. Так. Если бы у меня... Знаете, я вообще как сделала бы в идеале. Я бы вам все рассказывала, только если бы моих друзей не было здесь у меня, как бы... В институте, чтобы они давно не наблюдали, а были только я и вы, а все мои знакомые, чтобы уходили. Смелитесь. Так. Что там еще плюс? Я так не успеваю быстро читать. Раньше такой босяк и была... Ну, слушайте, раньше мне было 20 лет, а сейчас я уже взрослая женщина стала. Мне уже не 20. У меня уже очень много лет. Еще я толстая стала. Так. Мне слишком, она и поправилась. Не, ну я не могу что-то сказать, что я очень поправилась. Нет, конечно. Ну нет. Вы прямо из меня второго урта не делаете. Смотрите, нуляхи у меня стали, конечно, больше. Намного. И талия чуть-чуть ушла. Зато у меня... Талия, как у кота Виталия. Поэтому я не знаю. Мне хочется, чтобы у меня была тоненькая осиная талия такая. Чтобы я была как тростиночка. Вот. Тебе так больше идет. Спасибо. Ребенок. О, это точно. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Нормально все у тебя. Все нормально. Просто я в том, что весь жир, он у меня идет, ведет туда, куда мне не надо. Вот мне сказали, что я ребенок. У меня фигура... Вот. Правильно, Оскар, молодец. Вот он мне сказал, что я ребенок. У меня детская фигурка, как у ребеночка. Буэтичка, моя любовь, привет! Как ты спала? Как ты спала? Смотри, здесь кто. Вот я тебе. Давайте еще снова. О, моя бусинка. Давай, мамочка, штанистик у меня. Давай. Давай колготочки тебе. А вот и мамин ребенок проснулся. Недовольный, недовольный. Я тебя люблю, добрая мужа. Я тебя люблю. Ты у меня самая лучшая, мой ребеночек. Да. Давай, налив. Давай, нальем, нальем, мамочка. Ты же хочешь пить, зайчик мой. Ой. И что? Так, короче, у меня проснулась Бетечка. Бетечке сейчас нужно попить кашку. Молодец. Сейчас, зайчик, подожди. Так, не надо худеть. Тебе и так очень хорошо. Так, ну что, где там мой женир был, который готов мне был подарить билет в жизнь? Он пропал? Будем сейчас выдавать меня замуж. На, доченька, возьми. Возьми, мой жюйца, золотой мой ребеночек. Пойдем, пойдем. Пойдем, моя любимая, пойдем. Пойдем налево, пойдем туда, пойдем в ту комнату, пойдем вот сюда далеко, пойдем туда, в другую комнату. Так, ну что? Ой, вот здесь, блин, какая я здесь красивая. Не нравится, иди сюда, пойдем сюда, моя любимая. У меня, кстати, хорошая сына. Пойдем, моя любимая. Ложись, пей. Пей, мой зайчик, пей. Не надо бутылочку в руках держать, ты возьми ее. Моя любимая, моя крошечка моя. Ложись, моя любимая. Ложись. Так, сладненько, ребятушки, я пойду маленькую укладывать. Точнее, наоборот, она у меня только проснулась. Пойду ее умывать. Я вас целую. Чао.